Это сирена. Громкие ЧП за неделю, страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. ДТП, ДТП и еще раз ДТП. Эта неделя в городе выдалась особенно аварийной. Погиб мужчина и кролики. Оперативная обстановка в Бобруйске. Мы начинаем. Квартира уцелела, хозяин нет. 30 ноября в 9 утра на пульт спасателей поступило сообщение о пожаре в квартире по Гагарина. По прибытию МЧС к месту создалось плотное задымление. Со слов соседей, внутри могли быть люди. Спустя время огнеборцами на полу одной из комнат квартиры был найден мужчина. Спасатели обнаружили мужчину, передали в руки медикам. Те, в свою очередь, вскоре констатировали смерть хозяина квартиры 1964 года рождения, неработающего. Предварительная причина пожара, одна из вещей причин, это неосторожное обращение с огнем при курении. В результате пожара повреждено некоторое имущество, закопчены стены. Со слов соседей и по тошнотворному запаху в подъезде понятно одно. Мужчина вел асоциальный образ жизни. Некоторые даже думали, что его давно нет в живых. А когда накануне пожара случайно заметили человека с виду, больше напоминающего лицо без определенного места жительства, не сразу узнали когда-то примерного семьянина и бизнесмена. Говорили вот соседи, что он уже, говорит, в утром был выпивший. Потом сходил, купил еще бутылку. И это, верно, бутылку, вот из этой бутылки он и напивший там, и что лучше. Во всех деталях происшествия будет разбираться Следственный комитет. Под Бавруйском на пожаре погибли кролики. Сообщение спасатели получили накануне днем. В деревне Юрьева загорелся дом. К моменту прибытия МЧС пламенем был охвачен чердак и крыша. Со слов соседей, внутри никого не было. В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие и имущество. Повреждена стена соседнего дома, а также погибло 15 кроликов. Причина устанавливается. В продолжении темы, сводку спасателей на неделе также пополнили возгорание и без трагической концовки. Пожар на Октябрьской 119 случился в четверг утром, ориентировочно в 10.30. Серены спасателей, которые на место возгорания прибыли в считанные минуты, привлекли внимание жителей общежития. В целях безопасности некоторые из них покинули свои комнаты. Я на этом крыле живу, слышу, едут в окно, смотрю, оттуда дым валит. Дым только с окна увидела и выскочила. Обстоятельства этого ЧП сейчас выясняют специалисты. Во время пожара никто не пострадал. Более 90% погибших на пожарах находились в нетрезвом состоянии и курили в постели. Сотрудники МЧС в рамках республиканской акции «Не прожигая свою жизнь» напомнили бобруйчанам об элементарных правилах безопасности. Движение включило в себя четыре этапа. На первом из них спасатели рассказали пассажирам общественного транспорта об опасности курения в постели. Как показывает практика, напоминания о ценности жизни не мешают и тем, кто свободен от вредных привычек. Если люди говорят, что мы же не курим, для чего нам эти брошюрки, мы им говорим, что возможно, все-таки есть проблема у ваших сожителей, у соседей. И наверняка каждый понимает, что действительно есть такая проблема и каждый к ней относится к счастью неравнодушно. Второй этап прошел в трудовых коллективах предприятий и организации, а также в пунктах общественного питания. После открытой диалоги огнеборцы провели с учащимися бобруйских колледжей. Финальным аккордом безопасности стали мероприятия в торговых центрах города. А уже со 2 декабря в стране стартовала акция «Безопасный Новый год». Сначала остановка, теперь знак. На перекрестке Минска и проспекта Георгиевского в понедельник дорогу не поделили «Форд» и «Тойота». ДТП произошло около шести вечера. Как и рассказали очевидцы, водитель американца двигался на запрещающий сигнал светофора. И на перекрестке ударил японца в правый бок, отчего иномарка перелетела через островок безопасности и снесла дорожный знак. Оба авто серьезно пострадали. Сегодня утром сводку сотрудников ГАИ пополнило еще одно дорожно-транспортное. Авария произошла около 11 часов. В результате ДТП «Форд Фокус» вписался в стоящее на обочине дерево. Вторым фигурантом стал водитель «Яндекс.Такси». Его, а точнее ее, по словам очевидцев, с травмой доставили в больницу. К слову, за рулем обоих авто были леди. Девушка поворот не включила, не посмотрела в зеркало, что сзади машина есть. И повернула. А ей не было куда деваться. Она в дерево уходила от удара, чтобы не ударить машину. Напомню, в последнее время на дорогах города участились ДТП, где фигурируют частные перевозчики. На прошлой неделе водитель такси Науридского сбил пешехода. Еще один протаранил стоящий пескоразбрызгиватель. Массовая авария с участием такси также произошла в пятницу на Парковой. Там пострадали сразу пять машин. При этом два автомобиля двигались, а три были просто припаркованы. Больше других пострадало Рено. В этот момент в нем находился пассажир. Еще одно ДТП произошло в конце рабочего дня в понедельник. Дорогу на улице Интернациональной не поделили Ауди и Шкода. Водители обоих авто двигались в сторону стадиона «Спартак». По предварительной информации, в дорожно-транспортном никто не пострадал. Это была «Сирена». Но больше новостей ищите на нашем канале в Ютубе и соцсетях. Я Кристина Рианс. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова